Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Это проект Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами изучать компонент портфолио, четвёртая часть. Мы с вами остановились на вкладке Scripts. И давайте рассмотрим настройки данной вкладки. Первое, вот эти параметры General, главные настройки. Здесь лучше включите всё в положении Да. Это основные настройки для всего компонента портфолио. Первое это шрифты. Cron Images это обрезание изображений, чтобы изображения были у нас одного размера. Images Hover Effect, то есть эффект при наведении на изображении. Также оставляем Lightbox, также оставляем включённым. Здесь, в принципе, всё понятно. Двигаемся дальше. Вот эти настройки относятся все к карусели. Карусель именно не вот здесь, который мы делаем в посте, а именно карусель связанные проекты. То есть вот эта карусель, настройки отвечают за неё. Я здесь вывел просто по два элемента в карусели, поэтому у меня они тут находятся два. Вот эта функция карусель ScrollAuto, она по сути должна отключать автоматическое вот это вот перелистывание. Но почему-то у меня это не сработало. У меня всё равно автоматически прокручивается здесь. Поэтому оставляем или нет, смотрите сами здесь. Вот эта опция я так и не смог понять. Получается так, что она выводится, и какие бы мы значения здесь сделали, она не отрабатывает. То есть на самом портфолио. Получается, что такое ощущение, что разработчик как бы не доработал вот этот инструмент. Он особо ни на что не влияет, поэтому оставляем его здесь, не трогаем его. Вот этот элемент дальше, Scroll, уже интересно. То есть поскольку элементов прокручиваете, у вас тут стояло один. Вот если два, поставим, сохранимся, то вы видите, что у нас карусель прокручивается по два элемента. Видите, по два. Не по одному, а по два. И если у вас здесь отображаются, например, штуки 3-4 в ваших портфолио в связанных проектах, то вы можете здесь сделать, например, поставить здесь 4, и тогда сразу будет прокручиваться по 4 проекта. Ну и ниже сразу скорость. То есть это не скорость, это тайм-аут, то есть пауза между прокруткой. Я поставил 4000, и вы видите, с какой периодичностью переключаются, то есть перескакивают вот эти вот наши слайды. Это в миллисекундах, то есть интервал в 4000 миллисекунд между каждой вот такой вот прокруткой. Значит, вот эта вот карусель навигации, это у нас вот эти стрелочки. Отключитель их или нет. Ниже есть еще и карусель Control навигацию. Давайте включим, посмотрим, что это такое. Обновляем сайт. И появляются здесь вот такие квадратики. У меня просто здесь по два слайда. Здесь один квадратик, потому что у меня в эту категорию добавлено два слайда. Если вы добавите больше, тут будет таких кубиков больше, и по этим кубикам можно кликать, и также они будут переключаться. Я, в принципе, это отключу. Достаточно только стрелок. Вот этот инструмент позволяет, по сути, на мобильных устройствах пальцем перелистывать наши вот эти вот слайды. Также на компьютере, если мы отключим данную опцию, сохранимся и обновим сайт, при наведении мыши на них, вы видите, у нас просто мышка, и я пытаюсь, например, прокрутить их, ничего не получается. Если мы эту опцию включаем, обновляем сайт, то при наведении мышки, вы теперь видите, курсор меняется на четырехугольную такую стрелочку. И я могу вот так вот мышкой влево или вправо, зацепляю мышь и просто прокручиваю вот так мышкой. Здесь это, наверное, не нужно, но лучше оставить включенным, потому что на мобильных, по сути, должно работать. То есть, чтобы человек мог пальцем вот так вот перелистывать. Причем, смотрите, сюда это не работает. Вот на этот слайд, который в посте. Это только на связанные проекты. И последняя здесь опция, это опция для адаптивности. Первая у нас показана кнопка «Да», это включить плагин данной опции. А ниже у нас представлен выбор из двух позиций. Чтобы лучше понять, за что это отвечает, я покажу вам на примере. Примере вот этого сайта. Здесь показан список вариантов позиционирования адаптивного дизайна. Как должны блоки перестраиваться. Вот здесь вот название кнопок, вы видите, используются те же названия кнопок, что и у нас вот здесь. То есть, здесь выбор, как лучше позиционировать ваши элементы на сайте. То есть, смотрите, если мы кликаем по кнопкам, вы видите, как они позиционируются. Это две наши кнопки. Вообще, здесь в коде, видите, есть много других вариантов, но у нас их в выборе нет. У нас есть только первые две. По сути, здесь не важно. Можете оставить так. Все равно адаптивный дизайн там присутствует у данного портфолио. И работает это довольно неплохо. Я проверял на мобильных устройствах, смотрится нормально. Здесь остается только выбрать, как вам лучше, чтобы позиционировались элементы. Я думаю, что лучше позиционируется вот эта первая кнопка. Поэтому мы здесь ее и выбираем. И сохраняемся. Вот и все, в принципе, настройки данного компонента. Мы с вами прошли все-все настройки. У нас осталось только вывод. Разнообразие. То есть, вывода в пункте меню, как можно еще вывести. И остался еще модуль и плагин. Давайте нажмем здесь отмена. Выйдем из компонента. Перейдем в меню. Майн меню. Я здесь уже вывел. Мы с вами разговаривали, помните, о категориях. То есть, вот если мы вывели первый раз портфолио. То есть, все наши портфолио. То теперь мы выведем с вами категории. Вот я вывел уже категории. Каждой категории загрузил свое изображение. То есть, вот так вот можно вывести категории. Также здесь можно управлять настройками. Сейчас я вам покажу, где. И то есть, к какой категории какие проекты относятся. Если мы перейдем внутрь категории. То все проекты, которые относятся к данной категории. Ну, они имеют еще и дополнительные категории. Они выводятся здесь. То есть, если вам лучше выводить вот так вот категориями. Если ваши проекты не пересекаются среди категорий. То может быть лучше вывести именно так. Как это выводится в меню. Вы нажимаете создать новое меню. По кнопке выбрать выбираем M2 портфолио. И выбираем не первый Projects, а нижний Skills. То есть, это как раз категория. Просто выбираете, обзываете как-нибудь категорию. И у вас уже будут вводиться категории. Дальше показывать смысла, я думаю, нет. И тут остается еще Single Project. То есть, это вывод в пункт меню одной, какой-то выбранный вами одного проекта. Если это нужно. И настройки. Если мы выводим категории. Переходим обратно в компонент M2 портфолио. Переходим по кнопке настройки. Переходим на вкладку Skills Page. Это как раз вкладка настроек категорий. Мы видим, у нас выводится по три. Но у меня всего три категории. Поэтому я здесь больше показать не смогу. Но давайте попробуем вывести колонки в две колонки. Просто проверим, относятся ли данные настройки действительно к пункту меню категории. Я обновил страницу. Вы видите, что действительно вывелось две. Делится на второй этаж. И во втором этаже третий у нас выводится. Возвращаю на три. То есть, здесь я подробно уже не останавливаюсь. Настройки все аналогичные. Они вам все уже знакомы. Только они работают теперь для категорий. Здесь вы просто настраиваете. Например, вы видите, наша категория имеет ссылку. Переходим в админку и title link ставим нет. Сохранить. Обновляю сайт. И вы видите, что у нас теперь заголовок не кликабельный. Например, хотим убрать кнопку посмотреть проекты. Отключите данную кнопку. То по клику по изображению вы видите пальчик. Кликаю и меня перебрасывает в проекты. То есть, так или иначе, человек сможет попасть сюда. Вот он, project link. Нижняя кнопка, да. Ставим нет. Сохранить. Обновляю сайт. Вы видите, кнопка исчезает. И остаются только изображения и заголовок. Здесь уже на ваше усмотрение. И теперь остался у нас плагин и модуль. Давайте сначала плагин. Переходим в расширение менеджер плагинов. Отсортируем. У нас он называется search mb2 портфолио. Это плагин для поиска. Если вам нужно иметь поиск только по портфолио. То есть, как я понял, обычный поиск сайта, если вы его включили или какой-то сторонний модуль подключили поиска и включили данный плагин здесь, то поиск будет работать только по портфолио. То есть, поиск вашего портфолио, если их очень много. По названиям, например, по заголовкам портфолио. И тут есть только одна опция. Search Items Limit. Лимит выдачи поиска. И сохраняете плагин. И все. Мне он не нужен, поэтому я его отключаю. Что касается модуля, это расширение менеджер модулей. Давайте мы его выведем, но настраивать не будем, потому что настройки там абсолютно идентичны. То есть, вы уже сможете настроить самостоятельно данный модуль. Это если нужно где-то на главный вывести в модуле, например, ваши проекты дополнительные. То есть, у вас есть пункт меню, портфолио, но где-то на главный нужно вывести тоже элементы портфолио. Он называется MB2 портфолио. Он выключен. Заходим внутрь. Включаем. Позицию я выберу баннер. Привязка только на указанных страницах. Выберу главное. Здесь также есть вкладка Style. Она уже для вас знакома. Вы можете настроить отдельно стили для нее. Ну и есть основные настройки, где также все можно настроить. Давайте пока не трогаем настройки. Мы с вами просто сохраним и посмотрим, выводится ли он на сайте. На главной странице обновляю. И у нас он у нас выводится приспокойненько. И настройки и цвета, соответственно, вы отдельно настраиваете именно здесь в модуле. Как я уже говорил, здесь настройки все идентичные. Можно выбрать в модуле из определенной какой-то категории, чтобы выводились ваши проекты. Либо из всех по умолчанию. Также отсортировать это все дело можно. И так далее. Дальше настроить все миниатюры, кнопки, всевозможные опции вы уже должны настроить без меня. Вот и закончилась серия уроков по настройке бесплатного неплохого портфолио. Я вас с этим поздравляю. Надеюсь, вы найдете нужное применение данному компоненту. На этом здесь все. До новых встреч. Продолжение следует... Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. Я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.